Привет всем! Сегодня будем делать говяжий шашлык. Очень вкусный, рекомендую. Давно уже не делал, здесь как-то соскучился. Думаю, дай-ка я ролик сниму и как раз поем. В итоге нам понадобится соевый соус. Сейчас скажу, какой он. Классический. Потом сама говяжья печень. И руки наши, больше ничего. Нарезаем нашу печенку. Ножик вот с Мордовии. Товарищ мне подарил друг. Очень острый, хороший ножичек такой. Нарезаем нашу печенку. Нарезали нашу печенку. Такими небольшими кусочками. Теперь нам понадобится пакет. Пакет я беру для того, чтобы было экономно нам использовать соевый соус. Тарелку если положишь, она не так экономно будет. Пакет складываем в нашу печенку. Ни лука, ничего, ни перца. Вообще ничего не надо сюда. Только соевый соус. Заливаем. Заливаем. Смотрим. О, все, он купается в нем. Теперь что делаем? Завязываем. Берем второй пакет. На всякий случай вдруг первый будет течь давать. Чтобы у нас не протекло. И во второй пакет его отправляем. И теперь мы это дело убираем в холодильник. Ребят, чем дольше, тем лучше. Хотя бы, допустим, часов в шесть, чтобы постояло. Сутки вообще великолепно будет. Мясо будет мягенькое, обалденное. Дальше в процессе все покажу. Ребят, пока мангал разжигается, нам надо сделать закуску к шашлыку. Я рекомендую взять луковицу, посудину, порезать кольцами. Рецепт очень легкий. Ничего сложного нет. У меня на канале уже он есть, по-моему. Нам надо его раздраконить. Вот так отсоединить от всего. Чуть-чуть подсолим. Еще подсолим. И еще подсолим. И теперь нам нужно взять уксус. И уксус ему так вот сверху полить. И пусть он стоит, маринуется. Пока будет мариноваться, можно будет перевернуть, чтобы маринадик так вот переболтыхался. Ну, а дальше сейчас подойдут угольки и будем насаживать наши шампурики с нашей печеночкой. Ребят, пришло время насаживать нашу печеночку на шампурики. Сейчас насажу и сразу включусь. Ребят, я уже насадил. Смотрите, все кусочки практически равномерны для того, чтобы они одинаково приготовились. Это вот важно в этом моменте, потому что печенка очень быстро готовится. Если ее передержать, она уже будет невкусная. Надо найти золотую середину. Ну, идем дальше уже жарить. Ребят, наши угольки подошли. Уже готовы. И можно уже ставить наш шашлычок готовить. Угольки, сами видите, слабенькие. Будем готовить аккуратненько. Ребят, прошло пару минуток. Можно теперь повернуть. Видите, оно начало уже подрумяниваться. Еще прошло где-то минутка или полторы. Опять поворачиваем уже. Вот, смотрите, вот здесь сторона видно сыровато. Вот и ей к низу. Вот здесь то же самое. Еще прошло пару минуток. Смотрите, уже зажаривается. Еще оставляем. Ребят, наш шашлык уже прогрелся. Теперь можно его почаще переворачивать. Ребят, не знаю, заняло где-то в районе минут 6 или 7. Теперь можно проверить на готовность. Все, ребята, смотрите, видно вам. Шашлык, я считаю, готов. Крови нету, сочность осталась. Снимаем. Ребят, дегустируем. Начнем. Ну, я с середины возьму. Сочный. Даже можно луком не закусывать, но закуска готова. Я считаю, надо употреблять все. Особенно шашлык вот такой вот. Вам надо обязательно попробовать. Ребят, кому был полезен мой рецепт, ставьте лайки. Кому нет дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...